Украина получила дополнительные системы ПВО в преддверии зимних обстрелов энергосистемы. Россия нарастила производство ракет, а центр оккупированного Донецка подвергся сильному обстрелу. Это итоги 7 ноября от команды новостей Донбасса. Я Кристина Терещенко и мы начинаем. Украина получила от партнеров дополнительные системы ПВО на Самс, которые уже стали на боевое дежурство. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это очень своевременное усиление украинской противовоздушной обороны в преддверии зимнего сезона, когда Россия будет стараться максимально бить ракетами по объектам критической инфраструктуры. Напомним, что на Самс – это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров. Кстати, буквально на днях о подготовке Украины к худшей зиме в истории в связи с обстрелами со стороны России говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию «Вельб». Упомянул он об этом в контексте сложных переговоров с немецкими союзниками о поставках Украине ракет «Таурус». «Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров. Мы готовимся к худшей зиме, чем когда-либо. Поэтому мы закроем глаза, если не получим «Таурус», но получим системы ПВО. Мы стараемся как можно лучше защитить наши электростанции. Но россияне уже приспособились к этому. Они снова будут проверять нашу выносливость своими ракетами». Как к возможным зимним отключением света готовитесь вы, наши зрители? Пишите в комментариях под видео. Россия увеличила свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось. К такому заключению пришли аналитики Института изучения войны на основе заявлений спикера главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. В конце августа он заявлял, что у россиян в резерве 585 ракет большой дальности. А буквально вчера Скибицкий озвучил уже другую цифру по количеству ракет УРФ – 870. То есть всего за два месяца российская армия увеличила свой резерв на 285 ракет. Хотя ранее в ГУР предполагали, что из-за дефицита иностранных комплектующих России сложно будет производить ракеты в большом количестве. Представитель украинской разведки отмечает, что в прошлом году показатели были такие же и это свидетельствует о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса. Что касается грядущих зимних обстрелов энергосистемы, то в украинском ГУР заметили, что Россия сделала работу над ошибками и в этом году уже действует иначе. Атаки зимой, отмечает разведка, будут уже не такими примитивными. На улице относительно тепло, поэтому тратить ракеты заранее, как Россия делала это в прошлом году, начав атаки с 10 октября, когда фактически была такая же погода, для них нерационально. Россияне выжидают снижение температуры ниже нуля. Тактику и схему обстрелов пока сложно спрогнозировать, она может быть разной. Это могут быть удары с применением исключительно ракет разных типов. Могут быть комбинированы удары с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. От обстрелов грядущих переходим к обстрелам нынешним по прифронтовым городам Донецкой области. Один человек погиб из-за ударов по Красногоровке, десяток домов поврежден обстрелами в Торецке, Часовьяре и Северске. Об Авдеевке говорим отдельно. Там ожесточенные атаки. Россия продолжает которую неделю. Разрушение подсчитывать уже сложно, поскольку город практически стирается с лица земли. Но согласно информации от командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского, ВСУ держат оборону, прорвать ее россиян не получается. По другую сторону линии фронта сильному обстрелу сегодня подвергся оккупированный Донецк. Было несколько прилетов прямо по центру города. Один из ударов пришелся по историческому зданию в центре города, известному как Братская школа. Она была основана братством Спасо-Преображенской церкви в 1896 году. В здании до оккупации числился факультет заочного и инстанционного обучения сотрудников ОВД Донецкого юридического института. А уже после захвата города России в нем официально зарегистрирован Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги, где занимались подготовкой операторов дронов. По информации российских СМИ, там подготовили более 10 тысяч операторов БПЛА. По информации от местных оккупационных властей, 6 человек погибли и 11 получили ранения. Также под обстрел попал Буденновский район Донецка. Судя по видео, пострадал жилой сектор, горят гаражи, повреждены дома и автомобили. Один человек получил ранения. Европейский Союз будет рекомендовать странам-членам начать переговоры о вступлении Украины в Союз после выполнения всех семи критериев, четыре из которых уже выполнены. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на некие информированные источники. По данным издания, сегодня Еврокомиссия собиралась на заседание, чтобы окончательно принять решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины. А уже завтра, 8 ноября, по неофициальной информации, Еврокомиссия готовится обнародовать положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС. Однако эта оценка может содержать и дополнительные условия. Стоит отметить, что даже при положительном решении для Украины сам процесс вступления и переговоров может занять годы. Принятие одной из последних стран, вступивших в ЕС, в Хорватии длилось 10 лет. А как вы думаете, вступит ли Украина в ЕС? Напишите в комментариях. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 для вас в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Такие сводки, как эта, выходят ежедневно на ютубе, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать. До встречи и берегите себя!